Итак, запись понеслась. В общем, в 20 веке, во второй половине 20 века, там пришел к власти товарищ Пол Потт. А товарищ Пол Потт, как это было модно в то время, поехал учиться во Францию и там подхватил коммунизм. И многие азиатские лидеры, азиатские, латиноамериканские ездили учиться во Францию и там подхватывали кто трипер, кто коммунизм. Я даже не знаю, что хуже. В общем, он наслушался идей Маркса Энгельса, решил, а прикольно бы такое сделать в своей стране. Но он очень сильно упоролся, он решил, что нам нужен максимально жесткий аграрный коммунизм. То есть он сказал, что города – это зло, деньги – это зло, благоцитеризация – это зло. И что он сделал? Во-первых, он вооружил самое дно общества, он раздал оружие, грубо говоря, необразованной гопоте, ослобленной. Он дал населению городов сутки на то, чтобы они покинули города и переселились в трудовые лагеря, в колхозы местные. Вот. Он взорвал, ну, не он сам, да, его партия, коммунистическая, красные кмеры. Они взорвали банки, почты, телефон, телеграф, они все это в первый день взорвали по всей стране. И сказали, что, ребятки, вот у вас есть сутки, чтобы переселиться из городов в трудовые лагеря, и там будем строить коммунизм без денег, все будут работать, натуральный обмен, ля-ля-ля. Да. И он решил провести очень жесткие чистки, очистить нацию. В его разумении очистить нацию означало очистить от любых проявлений вообще, я не знаю, ума, интеллигенции. То есть вот носишь ты очки, да, умеешь читать, писать, считать, расстрелять. Владеешь там золотом, драгоценностями, счет в банке, расстрелять. Шибко умно говоришь, расстрелять. То есть он за год, кажется, три миллиончика людей, они таким образом уничтожили. Просто уничтожили вот людей, тупо расстреливали. Бегала по улицам гопота, часто несовершеннолетняя, с автоматами, вот, и уничтожали всех неугодных. Да, и угадайте с трех раз, какая страна в этом всем поддерживала и пыталась наладить дружеские связи с братской компартией. Никогда не угадайте, правильно, советский, мать его, Союз. Да. Извинись, Март, это микрофон, шучу. Чей, а? Извинись, Март, тут просто немножко неправ. Как раз Пол Пота поддерживал Мао, а Советский Союз, в общем, когда была война между Вьетнамом и Кампучей, Советский Союз поддерживал Вьетнам. Это в конце. Я читал, что, ну, я могу ошибаться, да, но я читал, что в начале Советский Союз пытался установить дипотношения и дружеские отношения с красными коммерами. Потом не срослось. Потом уже Мао. А в начале Союз там всячески пытался дипломатировать. Да, я тебя слушаю, извини, перебил. Прием, прием. Я уже договорил, я положил трубку, и все, я договорил, положил, условно говоря, сказал да, что они, да, сказал, что да. Под конец, да, под конец они уже дружили с Китаем и не очень дружили с Союзом, но поначалу я читал, опять же, в интернетах они пытались все-таки подружиться. А закончилось-то все, кстати, закончилась-то вся веселуха тем, что Камбоджа попыталась дернуться на приграничный с ними Вьетнам. Вьетнам сказал, а не охренели ли вы там? И то ли за 4 дня, то ли за 5 дней эту всю гопа армию без связи, без нормальной техники, голубосу гопоту с калашами просто раскатали танками. По-моему, меньше, чем за неделю. Так закончились красные кмеры в Камбоджу, но они там натворили делов. Так, сейчас я на секундочку прервусь, и я вернусь. Да, я снова с вами. Меня слышно? Да, меня слышно. Так вот, и когда я ехал в Камбоджу, я туда ехал из Вьетнама соседнего. Вот, я думал, у меня Камбоджа в тот момент была последняя страна Юго-Восточной Азии, в которой я еще не был. И думаю, ну, сейчас, вот сейчас в Камбодже я увижу ту самую вот грязную, дикую, нищую Азию, про которую там в блогах пишут, где нищета, кошмар, ужас. Чего я вам скажу? Нет. То есть, да, Камбоджа местами, она бедная, она действительно бедная. Но их активно спонсирует Китай. Я бы сказал, их местами выкупает Китай. И там вот ты переезжаешь границу Вьетнама и Камбоджи, первое, что ты видишь, это стройку, китайскую стройку, где все на китайском, строят отели и казино. Потому что в Китае запрещены азартные игры, а в Камбодже нет. Поэтому Китай выкупает территории в Камбодже и застраивает их казино. Куда приезжают китайцы в Камбоджу играть в казино. Самое интересное, что эти казино, они платят налоги и отстегивают прибыль не Камбоджи, а Китаю. Как я узнал, китайские казино, китайские отели на территории других стран, они платят что-то немножко в бюджет тех стран, на территории которых стоят. Но большую часть прибыли они отдают именно Китаю. То есть такая ползучая экономическая экспансия. Они стоят точки в других странах и получают себе же от них прибыль. И я, пожалуй, вот именно в Камбодже больше всего насмотрелся на китайское экономическое завоевание. Это реально завоевание, это захват. И вот в Камбодже то, что я видел в плане китайского захвата мира, знаете, это не так страшно на первый взгляд, как летящие в дом ракеты. Но если подумать о далеко идущей перспективе, о экономической подоплеке всего этого, то становится жутенько, насколько Китай там заходит. Собственно, вот эти вот нацпарки, Сианунквиль, это все выкупает Китай. Да, слушаю. Ну, насчет сравнения летящей ракеты и экономической экспансии могу сказать, что экономическая экспансия, по крайней мере, массовой гибели людей не вызывает. Да, там все будет Китай через какое-то количество лет, но все-таки это будет Китай, а не концлагерь, грубо говоря, где там будут миллионы людей. А Китай от концлагеря недалеко ушел, вспоминая... Ну, не Станин, но все-таки. Автономный округ, там где уйгуры. Ну, что-то, что-то... Я вот, кстати, сам не особо понимаю, именно Китаю так сильно не угодили уйгуры. Мусульмане, иноверцы. Я бы сказал... А Китай такой сильно религиозный? Подожди, это же довольно советское государство, насколько я знаю. В Китае очень религиозное государство, там религия коммунизм. А, в этом плане. Они не верят в коммунизм, они верят в Бухамеда? Коммунизм – это религия. Коммунизм – это религия. По всем признакам коммунизм – это религия. Я бы сказал, что ракета – это моментальное уничтожение большого количества человек, а экономическая экспансия – это плавная. Да, экономическая плавная экспансия дает тебе время свалить из страны, где ты не хочешь жить, в той экономической сфере, которую ты не выбирал. А ракета тебе такой возможности не дает. Насчет экономической экспансии хуже, чем ракета. Ребят, оно гораздо просто пролонгирование эффект. И хватает в истории примера. Еще раз, берегай коммунизм. Ребятки, не перебивайте друг друга, пожалуйста. А насчет коммунизма, религия, извини, но абсолютно бред. Это идеология, да, но религия – это совсем нечто иное. Говорю, как социолог. Я подпустил ссылочку на сравнение, допустим, коммунизма и христианства, и почему это и то религия. Причем тут статейка? Это, извини, об этом наука говорит, и не одна. И религия видения, и прочее. Не, оно, конечно, можно считать, да, идеология, что там, что там, но они разные понятия. Религия подразумевает что-то сверхъестественное, коммунизм такого не подразумевает. Это так, к примеру радио, чучелка вождя. И что, приложение к помощи приносит какое-то счастье? В смысле, приносит там исцеление или что-то или что? Ну, в общем, мы отклонились от темы, но серьезно, я говорю, как социолог, это любой социолог другой тоже подтвердит. Даже атеизм, как ни странно, не имеет. На мой взгляд, различие минимальное. Вот. Я хотела сказать по поводу экономической экспансии. По крайней мере, во время экономической экспансии страны могут свалить не только бабы с дитями, блин, простите. А тут зависит от того, насколько страна, в которой ты живешь, вообще заточена под то, чтобы из нее было возможности свалить. Не во всех странах есть такая возможность. Далеко не во всех. Ну, ладно, мы не берем, например, Северную Корею. Там вообще все жопно. Не только Северная Корея. Украина в этом плане, у нас в этом плане довольно хорошо. Мы можем действительно во многие страны сваливать, ездить туристами. Но не во всех странах настолько хорошо с выездом граждан за границу. Есть страны, которые даже почти соседи, тот же Узбекистан, да, там до недавнего времени были выездные визы. Кажется, до 16-го или до 15-го года там были выездные визы. То есть, если ты хочешь выехать из страны, ты идешь в компетентные органы, заполняешь там заявочку, тебя проверяют по ряду параметров и решают, можно ли тебе дать разрешение на выезд даже в соседний Казахстан. То есть, тебя могут не выпустить просто потому, что ты не понравился партии или у тебя там, не знаю, ипотека или что-то еще. Возможно, свободный выход из страны есть не везде. Да. Мы же говорим все-таки об экономической экспансии, а не о всяких вещах типа идеологии и политики, когда страна сильно заруливает своего гражданина и не дает ему перемещаться. То есть, экономическая фотография понимает, что, типа, ты просто, ну, как бы, те денежные потоки, да, идут куда и откуда, и кто за чей счет богатеет. Ну, вот в ту же среднюю Азию Китай тоже захочет хорошо. Кого чего? Извини. Да, я слушаю. Не-не-не, я закончил, в общем-то. Я просто запоздал немножко тебя слышал. Вот. Но в ту же среднюю Азию, в тот же Узбекистан, да, Китай захочет тоже неслабо. В Узбекистан слабее, в Таджикистан сильнее, в Казахстан пытается залезть. И вот там, допустим, в Узбекистан захлопит Китай, а выехать ты не можешь. Тебе нужна выездная виза, чтобы выехать. Ну, в общем, это все лирика. Я согласен, что экономическая экспансия, она менее страшная, чем военная экспансия. И вообще это несравнимые вещи. Но вернемся к нашим тараканам. Буквально к тараканам. В Камбодже, вот когда там были красные кхмеры, не всем хотелось жить в колхозе и фигачить 10 часов в рабочий день или 12 часов в рабочий день у них был в этих колхозах. Многие кхмеры, с настроения Камбоджи, они скрывались в лесах. Естественно, жрали все, что придется. И Камбоджа до сих пор, вот сейчас она единственная страна Юго-Восточной Азии, где действительно едят всяких жареных кузнечиков, пауков, тараканов. Потому что в том же Таиланде это можно встретить только в тех местах, где много туристов. Это продается скорпионы вот эти жареные. Все, сами тайцы давно это не едят. Но для туристов, падких на экзотику, почему бы не продать этого скорпиончика за 10 баксов в стаканчик? Да. Извиняюсь, это просто на всякий случай уточню бы, насколько вот эта вот политика... Ну, будет ли об этом дальше? Тогда вопрос снимай, слушаем дальше. Или вот все-таки то, что вырезали интеллигенцию, образованных и так далее, там помнишь, что-то до того, что если ты очкарик или знаешь языки, тебя тоже расстреляют. Да, я об этом говорил. Как вы делаете сейчас? Насколько в Занепаде культура страны именно в плане образования и прочего? Ты знаешь... Ты знаешь, это меня, кстати, очень удивило, но камбоджейцы, кхмеры, они вот, несмотря и вопреки, они очень развивают сейчас свою национальную культуру, театры, музеи, развивают образование очень сильно. Опять же, в это вкладывается Китай, в развитие образования в Камбодже нехило вкладывается Китай. Это развивается. Насколько там много образованных, необразованных в процентном соотношении сейчас, я не знаю. Я общался с баристами в кофейнях, вот это все. Знаю, что молодежь стремится к знанию, потому что знание, образование, да, это сила, это деньги, это работа. Неплохая довольно социалка. А вот, а, да, насчет политики, у них сейчас король. У них сейчас король, который, как и король Таиланда, в свое время тоже не хотел быть королем, но старший, там, ближайший престоловоследник. Закончился и пришлось становиться королем младшему, а нынешний король Камбоджи, он вообще балерун. Он увлекался танцами, музыкой и все такое, оно пришло становиться королем. Упс, всю карьеру мужику обломали. И что меня еще удивило, Камбоджицы, они мягкие, они не озлобленные, не агрессивные. Возможно, это из-за буддизма, я не знаю. Народ очень мягкий, очень добродушный. Или облицем. Алина? Алина? По поводу последствий. Просто надо учитывать, что эта жесть с красными кмерами, она длилась, я точно не помню, то ли 4, то ли 3, то ли 2 года. То есть не больше 4 лет. 2 года. То есть, реально, но 2 года, да. То есть, это, конечно, была жесть, но что глобальный менталитет, там, уничтожить всю культуру, я думаю, даже за 2 года, даже полпоту нереально. То есть, как и перестройки москвичных, на гопоту всех, то есть, ну, блин, это все равно, нет, ладно, допустим, в ДНР могут уже за 8 лет, там, изменить глобальное население, но за 2 года это нереально так сделать. Согласен. Тут я с тобой согласен. Это все-таки не Советский Союз, который 70 лет мозги понаскал. Поэтому, да. И, тоже хотел, но что-то там было джиминталитетом сказать, но забыл. Неважно. Так вот, жареные тараканы. Штука вкусная. Штука продавательная. Это первое придорожное кафе. Это я въехал автобусом из из Сайгона, из Хошимин-Сити в Панампень. Въехал. И вот первое придорожное кафешка там вот такое. Такие вкусняшки. И, кстати, вот то, что на среднем блюде, это звородыши. Они в том числе едят вот звородыши из яйца. Тоже считается деликатес утины в основном. Камбоджа официально в ходу две валюты. Это камбоджийские риэли. Вот астопка риэлей это что-то типа 50 баксов у меня в руках. И американские доллары. Работает это очень прикольно. Ты можешь расплачиваться как риэлями, так и долларами. Причем одновременно. То есть ты можешь дать 10 долларов и 20 тысяч риэлей. Вот расплатиться там, допустим, в кафешке. Сдачу выдают тоже. Могут выдавать частично долларами, частично риэлями. Курс доллара жестко контролируется. То есть 4 тысячи местных риэлей это 1 доллар. То есть курс не колеблется. Он зафиксирован нацбанком Камбоджи и он ни вверх, ни вниз не двигается. И это прикольная система. Мне я когда об этом читал, слышал, было интересно как это работает, насколько это удобно, неудобно. Это довольно удобно. То есть если американец, у них много американских туристов именно и американских пенсионеров. А, вспомнил о чем я хотел сказать о пенсионерах. Чуть позже. то ты можешь не менять валюту, расплачиваться долларами, получать на сдачу местные и ведь те же доллары. В общем, система интересная. Система интересная, система рабочая, прикольная. А насчет пенсионеров в Камбодже очень распространен секс-туризм. То есть это когда европейские дяденьки почтенного возраста, там 50-60, фланируют по улицам с молоденькими камбоджийскими девочками. И такой вид туризма довольно распространен во многих странах Евразии, а вот в странах Африки и Ближнего Востока обратная ситуация. Европейские пенсионерки и молоденькие смазливые египтяне, арабы, индийцы, кстати. Прикол, нюансы секс-туризма в разных частях мира. В Азии престарелые европейцы и молодые местные девочки. В Африке на Ближнем Востоке престарелые европейки и молодые местные мальчики. Вот такой прикол. Но вернемся к Камбоджу. Вот это местные риэли. Там какие-то очень важные местные политики. Вот так выглядит столица. Да, Илья, я тебя вижу, я тебя переслышу. У меня арабские цифры. Я увидел вот эту штуку, это девятка и нули, или что это? Вот это что у них такое нарисовано за номинал? Это арабские цифры? Нет, это местные цифры. Интересно, какое это число? Ноль, это хотя бы ноль, или что-то другое значит? Правый нижний угол банкноты, посмотри. А, вижу, вижу, вижу. Ясно. То есть, это единичные цифры? Это мерзкие цифры. У них своя не только письменность, у них свои цифры, да, это мерзкие цифры, они там на ценниках приходится учить. Понятно. То есть, если ты их не знаешь, тебе просто как туристу могут сказать другую сумму, такой, а, 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 нет, я знаю, ребятки, что вот в ваших цифрах это другое. Очень полезный, кстати, скилл во многих странах, реально в очень многих странах, не только свои буквы, но и свои цифры. Для меня в свое время это стало удивительным открытием. Я думал, что кроме арабских стран везде приняты у нас римские цифры, но нет, в Азии свои приколы с цифрами. Это столица. Столица активно строится, столица активно развивается, опять же, китайцами, большинство зданий с китайскими вывесками большими. Но в целом мне очень понравилось. Панампень, в переводе холм тетушки Пень, что по легенде эта самая тетушка Пень стирала в реке, увидела, как по реке плывет бреван, с города Чубуево, короче, и на холме построила храм. И от этого храма уже пошел разрастаться город, город имени холма тетушки Пень. Такая прикольная история. Вот это улицы, не центральные улицы Панампеня. Мопеды, мопеды, естественно, мопеды, очень много мопедов, Камбоджа, как и все страны Юазии, в целом Азии, она очень мопедная. Вот прям очень-очень мопедная. Вот это уже ближе к центру, к набережной. Вы видите, да? Видите, как заходит Китай в Камбоджу? Справа на фоточке. Ну, это центральный дворец, храм. У них архитектура интересная, вот именно национальная, храмовая. Она отличается от тайской. Тайцы потом позаимствовали многие архитектурные мотивы. Вот, центральная набережная, очень много голубей, не знаю, почему, наверное, их кормят. А просто стихий на рыночек птичьей. очень любят певчих птиц, кстати, во многих домах, в основном, дома частные, ну, как частные, на семью. На входе висит клетка с какой-нибудь птичкой, и раз в год устраивается соревнование певчих птичек. Я не знаю, по какому критерию там судят, но вот у кого птичка получает какой-то ценный приз. Это, ну, вообще воробьи. Ну, великая река, великая река Меконг. Меконг, такая великая река Азии, она течет через, ой, она, кажется, начинается из Китая, если я правильно помню, идет через Вьетнам, Лаос, Камбоджу. Нет, да, да, Китай, Лаос, по границе Лаоса, Таиланда в Камбоджу, и из Камбоджи в Вьетнам, и во Вьетнаме впадает уже в море. Меконг, это такая великая, очень крутая река, я по ней пару дней совершал круиз, так сказать, клевая, большая, красивая. Дронами летать нельзя, потому что там Королевский дворец и нельзя, в общем. Типичные камбоджийские таксишки, то есть это мопед, и к нему сзади приделан крюк, на крюк цепляется такая карета, вот, такой вот интересный механизм. это работает как такси, ну и местные тоже на таком катаются, в речке. Да, вижу, включаю, ага. По поводу этих, просто, это я так поняла, что это они уже их немножко, как бы, современными технологиями немножко улучшили, потому что я помню фотографии моего деда, алло, меня слышно? Да. Я помню фотографии моего деда, ну, из Бангладеш, но он летал еще в глубоком Советском Союзе. Слышно? Алло. У меня показывает говорилку нормально. Слышно. Да. Вот. Вот. У меня пока дед показывал фотографии из Бангладеша, он летал еще в глубоком Советском Союзе туда. Вот. И тогда там были вело-рикши. Их было очень-очень много, реально много. Он тоже говорил, что это местное такси. Видимо, это у них уже освобождение. Мир меняется. Сколько лет прошло? Это очень много лет прошло, потому что это было где-то в годах в 70-х. Ну, вот. Ну, мир не старается. Меня тоже знают, что многие говорят, что вот я там видел фотографии годов 70-х, 80-х. Нет, я не говорю, я говорю, что интересно, как прогресс прошел. Интересно, как прогресс прошел. Рикши остались, но сначала это в начале века были просто рикши, где-то в середине, где-то в 70-х годах это были велорикши, а сейчас это моторикши. Но тем не менее рикши как были таки остались. Я про это хотела сказать. Ну, да, потому что это удобно, потому что машины стоят в пробках, а эта штука маневреннее. А это ракушки. Речные ракушки их вылавливают, отваривают, в масле обжаривают тоже закусончик к пиву. Почему я говорю к пиву? Потому что в Камбодже очень любят пиво. Это, наверное, самая пивная азиатская страна. Вот, да, снова эти пивозочки прекрасные. Вот центр Пнампеня, центральный парк, королева мач местная. Там, визит Антамурла это были по ней проводы. После вот этого геноцида, который там устроили Кхмеры, очень много стран соседних помогали Камбодже, помогали, помогают, отстраиваются, вкладывают с нее нехилые деньги. Центер, центр. За бортом плюс 40 с копейками. А лето в Камбодже. мемориал павшим воином каким-то. монахов очень много. Тоже в Камбодже очень сильно развит очень распространенный буддизм. И до сих пор ходят монахи по улицам даже в столице, подходят там к магазинчику, например, или там кладку на рынке и начинают благословлять, там перед ними кланяются и отсыпаются там мелочи или ништяков там еды и подношения. Благословил твою торговую точку, да, и пошел дальше гулять. Вот я вообще себе не так представлял Камбодже. Я думал, что там после того, что у них было, там же ж нищета, там же ж разруха, там же трешак и тут опачки Пампень. Прекрасный город Пампень. Разруха, нищета. Ну и мне, конечно же, писали в комментариях, что это ты не там был. Вот если ты вот там заглянул вот в ту подворотню, ты бы там увидел настоящую Камбоджу. Я такой, а, ребята, а что настоящим считается только самое плохое, да? Центральные отели, центральные храмы. храмы. Так, ребятки, сорян, у меня сдох ноут, сейчас я подкину зарядочку и вернусь. Так, я снова здесь, что-то я немножко не рассчитал емкость батареи этого ноута, он со мной всего пару дней, и поэтому так вышло. Сейчас я запущу снова фоточки. На тему, вообще на тему нищей, бедной Камбоджи я иронизировал все свое пребывание в Камбодже и иронизирую до сих пор, потому что это такой ярчайший пример страны, которую все считали занюханной, затюканной, бедной и неинтересной. Вообще в Камбодже довольно мало туристов, это не Таиланд. Туда, хотя у них есть море, но туда не настолько массово едут, едут только в Ангкор. Да, я тебя слушаю. Да, тут же 23 числа одна известная нам личность целый спич завела на тему нищей Украины, понимаешь? Не знаю, что я там если сидела и слышала, то что она нищая. Так что у нас и Украина еще нищая и бедная страна. Вообще я так поняла, что все, что не Россия, все нищие и бедные. А те, кто не нищие и не бедные, те жалкие и затюканные. Да, загнивающие. Так вот. Вот. Так, королева-мач. Это я не знаю, это какой-то тотемный камбоджийский зверь, он там много где, какая-то утка. Вот улочки. Очень, кстати, очень хипстерский город оказался от Нампень. Очень много кофеен, молодежных каких-то заведений, очень много молодежи стильной, модной, молодежной. Очень понравилось в эту тему. Вот это уже улицы не центральные. Еще не совсем макаяны, но оно и не центр. Вот. Монахи на такси едут, кафешки всякие, такси с монахами. Ага. Да, я тут на вывеску посмотрел, уточню, у них реально письменность полностью своя, не у кого-то познакомилась. у них своя письменность и тайцы, опять же, как и многое другое, у них эту письменность позаимствовали и слегка перерывали. Вообще, очень забавно, насколько Таиланд много чего спиздил в Камбодже. Простите, позаимствовал. Почти вся сиамская культура, то бишь тайская, она взята из кахмерской культуры, от кахмерской империи. Почти все. Вот Таиланд же Примерно как греки в свое время спотырили все у Минойской цивилизации и сказали, что теперь это греческое и теперь мы все это греческим и воспринимаем. Именно так вот. И теперь мы многие вещи воспринимаем тайскими, там ту же кухню, тот же под тай, там ям. Хотя это камбоджийские блюда на самом деле. Да, 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 просто сиамцы, они же тайцы, это самая молодая нация, в регионе, самая молодая и естественно самая агрессивная и самая была агрессивная на то время и тайцы в 12-13 веке ходили войной по-моему на всех соседей. Они ходили на Камбоджу, они ходили на Мьян, они на Лаос ходили, на Индонезию кажется не ходили, нет, на Малайзию кажется не ходили, но это не точно. Сейчас вижу. Так глупый вопрос скорее в инференции в историческом контексте, я могу погуглить, но если они такие пришли самые новые и начали до всех нападать, то вопрос возникает, а откуда они такие пришли? Насколько я знаю, насколько я смотрел расселение народов, вообще расселение народов в Юго-Восточной Азии пошло из Китая. Всякие китайские племена с юга Китая двигались дальше на юг, так появился Лаос, потом пошли южнее, так появились тайцы. Расселение на островах, там, на Яве, на Сумаке, там, была своя, своя народная страциализация, Таиланд, Лаос, Вьетнам, это частично племена, перекочевавшие с юга Китая. В основном, они пришли из Китая. Это уличное продобрение, типичная картина для Камбоджи, для Вьетнама, для Индии. Банально, потому что жарко. Там бывает, бывает, генераторчик стоит для бритвы, бывает просто вручную. Жарко. Это типичная камбоджийская карри, курица, ананас, картошечка. Вообще, курица, ананас, картошечка, это столпы камбоджийской кухни. Вообще, кухня, кухня очень клевая. Камбоджийская кухня одна из моих любимых кухонь в регионе, она очень разнообразная, в меру острая, в меру пряная, очень сбалансированная, очень много овощей и фруктов. Очень хорошая. Просто монахи. Монахи возле храма тусят макбуками некоторые, с айфонами. Традиционные анаги, традиционный тоже храмовый элемент для Аллао, для Атая, для Камбоджи. семиголовые анаги. Просто святилища, просто уличное святилище, и какой-то мужик стоит. А, нет, это не какой-то мужик, это, да, это та самая тетушка Пень, которая основательница города. Да. Потому что это возле, вот это главный храм. Довольно невзрачненький, но, вы знаете, вот атмосфера там особенная, чувствуется, что место намоленное, хорошо намоленное. Сбывают такие храмы, где ты заходишь, ну и храм и храм, красиво и красиво, декорация и декорация. А бывает, ты заходишь и прям чувствуешь, не знаю, святость какую-то, что место действительно с верой, место намоленное, мощное в энергетическом плане, так сказать. Храмчик традиционный, расписанное Будды и потом расписанное житьем Будды. Ступа, алтарчики. Очень похоже на Таиланд, очень похоже, но тут постарше, постарше. Закат над Меконгом, закат над Меконгом очень красивый. Там какой-то марафон был. Я в Пномпене первый раз прожил неделю, потому что работал, город интересный и сидел в кофейне набережной, для того какой-то марафон интернациональный, куча бегунов, репортеры бегут, фоткают, снимают. при 40 плюс градусах, я думаю, то еще удовольствие бегать парафончик, но люди бегают. Лодочки по Меконгу, марафонцы. Самое интересное, для марафона дорогу не перекрывали, я не знаю, наверное, потому что это невозможно. Плюс 40 это более-менее нормальная летняя погода? Это лето. Это лето, это сухой сезон. В мокрый сезон, в сезон дождей 30 плюс, 30-35, то есть прохладнее. Я был летом, в этом плюс, что это низкий сезон для туризма, то есть меньше туристов, соответственно, ниже цены, но тепло. бегунцы. Это я храмовое вконношение просто фоткал. Вот. Это исторические фото на тему коммунизма. Надпись, пожалуйста, Соединенные Штаты. Не верьте в коммунизм. Это тоже вот в честь марафона. Там была сцена, музычка, студенты, self-achieve инстаграм, марафон. Это уже по окончанию марафона концерт-закрытия. Спонсоры. А это Королевский дворец. Королевский дворец очень крутой, очень большой. И там такая архитектура. Сейчас я покажу центральное здание. Они нереально красивые. Мелочи. Ну вот, центральные павильоны. Это рабочая с действующей резиденцией короля. То есть там можно ходить по территории. Не везде часть огорожена. Можно заходить в храмовые постройки. В главный зал и главный прием заходить нельзя. Там принимают делегацию. То есть там не живет король, он живет где-то в другом месте. Он там принимает гостей, иностранных послов, делегации. все. Заходить можно не везде. И большая территория. Довольно мало людей, потому что низкий сезон. Котики. Куда без котиков. На стенах это стена, которая по периметру. И внутри там история мерзкой империи. В картинках. Вот клевая традиция в таких местах делать комиксы по национальной истории. Сидячий Будда, лежачий Будда. Это миниатюрка Ангкор Вата. Ангкор Ват будет позже и много. Ангкор Ват это самое известное, самое популярное, самое крутое место в Камбодже. Но и кроме этого там есть интересные места. Какой-то буддистский герой валит какого-то очередного ракшаса, на руки, ноги летят. Все довольно кровавенько, очень увлекательно. Эти крыши. И вот мне нравится центральный центральный павильон. На крыше вот такая штука. Это вообще мерзкая фишка крыши с лицами. Они по сторонам светоориентированы. Ну и ничто человеческое юным монахам не чуждо. вот вся эта территория, насколько в кадр поместилась. Это прислуга во дворце, которую одевали по дням недели. То есть цвет саранга, юбка штанов зависел от или зависел до сих пор, я не знаю, от дня недели. Это ой, у кого же это было? Кажется, в стране ОС. А, да, семь подземных королей, тоже цвета в радуге. Да, включил, слушаю. Я уже, корешным делом, подумал про цветовую дифференциацию штанов по социальному статусу. это было бы очень смешно. Хорошо, да, хорошо, но нет, это сегодня что-то недели, там король любит красивое. Да, включил, слушаю. Прием, прием. Белка. Это не страна ОС, это Волков, это Переключения Элли. Я их путаю просто, где оригинал, а где русскоязычный перевод. Это первая часть была переводом, а дальше там уже не перевод, там уже как бы в бок, ну, короче, пошел дальше. Отсебятина. Ну, слушай, у меня это в детстве была любимая серия, поэтому я не воспринимаю не как отсебятина, а как просто другое произведение. Не, мне тоже заходило, я еще ничего не говорю, просто забавно, как изменился оригинал. Ну, вот, подписи по дням недели, вторник фиолетовый, среда желто-зеленый, это национальный театр оперы без шуток, это оперный театр местный, очень красивый, но там не каждый день были выставы, поэтому внутрь я не ходил. Ступы, 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 больше ступ, полуступ. На тему развития образования в Камбодже, да, надпись спасибо родителям, которые посылают детей в школу. То есть, это рекламируется образование, это поощряется, и социальное развитие всячески государством продвигается. сходи в школу, учись, устраивайся нормальную работу, развивайся. Не эффект коммунизма, миграция. Улицы, 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 улицы. Есть и такие местечки, да, выглядит не очень лакшери. Дом, дом как дом. Это центральный рынок ночной. Большинство рынков в Юго-Состочной Азии, они ночные, то есть, они открываются с закатом, и где-нибудь там плюс-минус до полуночи, потому что, ну, потому что жарко, банально. Какие-то богатыри местные, конница какая-то, она без подписи была, губить мне было лень. Вот, пожалуйста, закусончики. Тараканчики с чили. С чили, с лемонграссом, и просят обязательно соевый соус. Очень вкусно. Вечером местные пикникуют. Да, говори. Чисто заметка на полях, что самое интересное. Рядом лежат креветки, и креветки для нас выглядят привычно и нормально, хотя и то, и то, что они с тоноги, и, в общем-то, разницы между ними большой нет, как бы так, биологически. Но креветка для нас это что-то съедобное, а таракан это что-то фумерское, не надо никогда его трогать. Реально, реально вкусная штука, вкусная такая, хрустящая, остренькая. А это хипстерский райончик, совершенно случайно нашел, потому что по Плампению особо никаких путеводителей, никаких гайдов нету, потому что большинство туристов, они едут чисто в Ангкор, в Сиемриб, а по другим местам Камбоджи не особо шарятся. Это, с одной стороны, плюс, с другой стороны, совершенно зря. Камбоджа очень интересная страна, и там много очень крутых, интересных мест. Не Ангкором единым. Такие вот креативные райончики с кофеенками, всякими там артишопами, местные мастерские, там, крафт продают, всякие там эко-сумочки, футболочки, украшения. Это центральная площадь независимости, как водится, и там какой-то президент знаковый стоит на постаменте. Это местная триумфальная арка, построенная в честь победы. Кого-то над кем-то, честно, не помню. Кто так вот видел. А еще Камбоджа славится страна с очень дешевым алкоголем. Там действительно очень дешевый алкоголь и очень большой выбор. Коктейли, в основном коктейли, их там умеют делать, но ценники, ценники просто не смешные. Два бакса за коктейль, это даром. Да, кстати, Камбоджа очень дешевая. Не дешевле Вьетнама, но дешевая. Вот, пивко, доллар, доллар за банку. А, в чем же прикол с алкоголем? Потому что в Камбодже есть Сиануквиль, и Сиануквиль это порт с меморией и зона беспошлиной торговли. Беспошлиный порт. Поэтому туда много чего плывет и много чего в страну достанется. Я и пивко. Ну, типичный, значит, из кошелька выпусил. Красивые банкноты. Такие яркие. Яркие, новенькие. Монет нет, только банкноты. Меконг, Меконг, Великая река, Меконг. Дети играют. Ну, видите, да, пенсионеры какой расы в основном. Я такой концентрации европейских пенсионеров, как в Камбодже, наверное, нигде по Азии не видел. Там есть один город, я потом его покажу, где вообще такое ощущение, что просто пол Европы приезжает доживать пенсию. Вот традиционный завтрочек. Рис, мяско, зелень, яишенка, потому что это подавалось как English Breakfast, English Breakfast, поэтому яишенка. English Breakfast Asian Fusion. Все те же уже знакомые Sleeping Bus гениальные, я считаю, это гениальное изобретение азиатской цивилизации. Автобусе, где ты ложишься и спишь. А вот это уже город Сиемриб. Да, вижу. Ну, включил. Да, я просто не рассмотрела, там еще получается, как в пласткарте он в два яруса или мне так кажется? В два яруса, да. То есть, по сути, ну, можно сказать, большой пласткартный вагон. Ну, да, три яруса, два яруса, кондерчик, освещение, порядочки для телефончика, все, лакшери. Мне вообще круто на самом деле. Такого у нас реально не хватает. И обязательно всегда в автобусе дальнего следования плюс-минус тебе выдают пледик, ну, потому что кондеры холодят так, что звездец воду, завтрак, что-то такое-нибудь, перекус, а утром в некоторых кофе, одноразовая зубная щетка и пакетик с зубной пастой. Дикая, нищая Азия. Никогда не устану организировать по этому поводу. Никогда, просто никогда. Простите, кого уже достал с этим. А это городок Сиемри, который, собственно, при Анкор-Вате или Анкоре. Городок в основном туристический, в основном там отели, кафешки, 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 греческой кухни, мексиканской, какой угодно. Вот такой номерочек с бассейном 20 долларов в сутки, кажется. Обязательное фото, я в бассейне. Вот, это Сиемри. Центр города это Бар-стрит, улица баров, которая пересекается перпендикулярно с рынком. Вечером подсвечивается речка местная. Вы поняли, да? Дурианчик. Я не мог это не сводкать. Там вот эти владельцы этих рикшин, они свои повозки украшают как могут. Есть вот такие с Бэтмом Суперменом. Бэт-тук-тук штука называется. Тук-тук вообще. Бэт-тук-тук. Есть, я, наверное, не сфоткал, есть караоке тук-туки, то есть там сзади колонки впереди тебе выдают микрофончик и ты катаешься в этом и отглашаешь окрестности своим мелодичным или не очень мелодичным пением. Абсолютно адовая штука, но, к счастью, в Камбодже есть законы, которые запрещают вот это все после девяти или десяти вечера. Днем окей, вечером все тихо, не орать. Очень симпатичные набережные, очень симпатичные улицы, очень чистенько все. Будды, кафешки. Это даже не райцентр, это просто небольшой городок. Да, он очень туристический, да, согласен, за счет этого он такой красивый, но не только лишь. Дрэганы продают. Соки, соки, смузи, один-два доллара за стакан, без воды, то есть это чисто фруктовый смузи. Водничкой не разбавляют, но, по желанию, могут льда кинуть, а еще там, в Каббошеке, в других странах Азии очень любят сладкое, очень любят, поэтому надо сразу говорить, что сахарный сироп не добавлять, no sugar, please, потому что реально обожают сладкое, все напитки пихают сироп из сахарного красника. Тоже типичные удочки небольшого камбоджийского городка. Массаж рыбками, то есть ты садишься, засовываешь ноги и рыбки с твоих ног кожу омертевшую едят. Вот так делают удовольствия соки. Банально режется фрукт, кидается в блендер, жух-жух, ватт доллар, please, и пожалуйста. Вообще, рай для любителей фруктов. там мне в руки попала юбилейная банкнота, на которой бравые мерзкие солдаты в честь, я не помню, в честь чего, в честь какой-то победы в какой-то войне. Юбилейненькая. Странный дизайн кафешки. Храмы, храмы, на тот момент я уже меньше фоткал храмы, потому что я их уже наелся. элементы индуизма, потому что в Камбодже буддизм такой с ощутимой примесью индуизма, очень ощутимый. Вот там какой-то тоже индуистский персонаж, это обезьян, летающая обезьяна. Нет, слева это не настоящие слоны, это скульптуры слонов, Горуда, молодежи везде много. У меня такое ощущение, это логично, лучшее ощущение, что молодая нация, больше молодежи, чем стариков. Старики многие не дожили. не меконг, не меконг, вот-вот-вот-вот караоке-бричка с диско-шаром, вот тут можно свою флешку подкинуть, свой плеер, можно просто слушать, можно подпевать. микрофончики висят сверху, два штуки. Ну и вот локации, а насчет локации, кстати, я туда не ездил, потому что не помню, почему заломало, под столицей есть так называемые поля смерти. Это места, где красные кхмеры уничтожали людей. Причем уничтожали очень-очень-очень разными способами. Например, брали детей маленьких за ножки и разбивали им головы об дерево. И те солдаты, которые не смеялись, глядя на это, расстреливались тут же на месте. Да, красные кхмеры были очень-очень-очень отбитые ребята. Максимально отбитые, предельно отбитые ребята. И на этих полях смерти есть башни из черепов. Из черепа убитых там людей их собрали под стеклянные такие колпаки, башенки небольшие и оставили назидание подонкам музей военных преступлений. То есть о том, что это все нужно помнить, чтобы never again не можем повторить и никуда снова. Я, честно, читал про то, что творили эти коммуняки местного разлива. Это жутко. Это прям очень-очень-очень жутко. Канал Кибричка. Бар Стрит. Айнанэ весь вечер и всю ночь. Местная еда, такая еда стоит 2-3 доллара. Справа рис, слева карри с курицей, чили, лемонграсс, отдельно подаются, свежая зерень подается еще и в ложке бульончик. То есть ты хочешь, можешь это есть как рис с мясом, хочешь, можешь супчик сделать, хочешь, ешь как рис и запиваешь бульончиком. Такой конструктор. Блюдо-конструктор. А тут плохо видно, может где-то было ближе, нет. Это парк, в котором на деревьях живут летучие лисицы, там все деревья просто увешаны этими штуками. Летучие лисицы, они дико воняют и на закате они массово срываются с веток и летят грабить ближайшие фермы, они едят фрукты, они жрут бананы, они летят на ближайшие банановые плантации обкрадывать каких-нибудь несчастных фемеров. Я не знаю, с этим борются, но вернее, как-то борются на кафе, почему бы и нет. К вопросу о гамаках. Кто-то когда-то спрашивал, гамаки используют вот так. Таксист на привале. Топус вижу, включаю. Большое спасибо, я любитель гамаков, поэтому мне всегда это очень интересно. Ну вот, видишь, как это работает. Да, спасибо большое. Пожалуйста. еще еда. Еще еда. Вид из отеля. Обязательные фотки в бассейне. Вот это вот монахи ходят, в том числе к отелям утренний обход. Вот они из храмов выходят и обходят город за подаянием. Им вот в эти мисочки, которые называются баты. Да, тайская валюта называется бат, в названии вот этих мисочек, корзиночек. Им в этих корзиночек, мисочки отсыпают ништяков, денег, конфет, риса, всего такого, а они за это тебя благоставляют и идут дальше. Рутинный рабочий процесс. Каждая урта происходит. А, вот я фоткал. Местная фауна, не знаю, что за фауна. Какие-то ящерки, какие-то абсолютно оторванные, очень быстро бегающие по горизонтальным и вертикальным поверхностям ящера. Они прям очень быстро бегают, они бегают на носочках. Не как нашу ящерицу, на пузике, они высоко поднимают тело над землей и бегают на кончиках пальцев, иногда чисто на задних лапах бежит, такая фигня. Смотрится прикольно. Финишка. Тоже местный специалитет рис с курицей в ананасе. То есть берется ананас покрупнее, вышкребается и в нем такой себе плов. в конусе из листьев там рис. Это какое-то историческое здание, очень историческое, очень деревянное, без единого гвоздя. креветки, здорово, через креветку, где-то с пол ладошки. Я не буду это комментировать, пожалуй. сейчас вместо меня это сделают, я понял. Да? Да ладно, великолепнейшее аниме. Не смотрел. Очень рекомендую. Окей, понял, принял, записал. Опять монахи. Да, босиком, кстати, ходят часто и много. это просто комплимент от заведения после обеда. Мы там ходили плюс-минус одни и те же кафешки, а все две недели жил, потому что было много работы. Ну и анкора, анкора, анкора. И вот узнавали, и там пару раз подарили какие-то амулетики самодельные, такие комплименты. Это очень добродушный народ, очень гостеприимный народ. Это очень улыбчивый народ. Кхмеры молодцы. Мороженое это фондю местное, то есть несколько видов мороженого в середине чашка с горячим шоколадом, фруктики, шоколадные палочки, печеньки, местная кондитерка. Ну, местное европейское изобретение фондю. А это я тоже пошел и не буду комментировать. вангкор. Вообще, что такое ангкор? Его называют ангкор-ват, но это неправильно приговаривать, потому что ват это на кхмерском и на тайском кхне тоже это храм. То есть ангкор-ват это центральный храм ангкора, а ангкор это вот тот самый древний город-миллионник, который был в Занепаде долгое время, потом европейцы там увидели какие-то интересные камушки, провели аэрофотосъемку и такие нихрена себе и начали раскатывать, очищать от джунглей, от лиан, от корней. Я дружился просто огромнейший город с охрененным количеством храмов, святилищ, стопиш для слонов, однопорных башен. Ангкор реконструируется до сих пор. Это проект под эгидой ЮНЕСКО за несколько определенных в ход туда недешевый, по-моему, 70 баксов на три дня билет. Билет на один день брать не советую, потому что он огромнейший, он, кажется, 30 на 20 километров размером этот маленький хмерский городок, то есть, ну, с Харьков размером по площади. И покупаешь, тоже в кассах покупаешь билетик, тебе билетики делают не просто билетик, тебе делают именной бейджик с фотографией, тебя фоткают, и ты, когда въезжаешь на территорию, ты проезжаешь КПП, тебе компостируют, что вот ты один день въехал, второй день въехал, честно, знал бы, взял бы на неделю, потому что он настолько охрененный. Это внутри уже. Там традиционно развлекалов катания на словах есть, там ввозят в отдельные места, но лучше всего по этому сам ездить на арендованном мопеде, когда ты сам себе хозяин, куда хочешь едешь, сколько хочешь в любом месте тусишь. Да, можно арендовать рикшу, можно такси арендовать с водителем, можно туравтобусом есть, самый плохой вариант, сразу говорю, самый плохой вариант, тебя провезут там по паре самых больших храмов, выдадут в каждом минут 15-15 часов на фото и полетели дальше. Водитель, знаешь, когда арендуешь с водителем что-то, ты говоришь ему, куда ехать, сколько постоять, а туравтобус, это самый дешевый вариант, естественно, в плане, что ты сам себе не хозяин. Вот храмы Анкора. Да, вижу, включаю. Хотел спросить, а вариант аренды самого автобус без водителя? Есть, но у меня просто автомобильных прав не было. Там, мне еще очень повезло, потому что до 17-го, кажется, года, или до 15-го, нельзя было въезжать на территорию Анкора арендованным своим транспортом, только с местным водителем. А в 17-м, кажется, году разрешили, и это было прям счастье, счастье, счастье. Ну, и там контор по прокату авто очень мало, намного меньше, чем контор по прокату мопедов по полятным причинам. Потому что в мопеде ты можешь, там просто не все дороги вот такие вот центральные, асфальтированные, и ты мопедом можешь заехать по проселку, через джунгли, по грунтовке, а с авто такой фокус уже не пропадет. Всякая храмовая москальная живопись. Потрясающе. Место это вот храм Баёк, самый известный. самый известный благодаря нет, не этим комиксам, благодаря вот этому, этим лицам. Это первый храм Боря, который я приехал, я такой аааа, зря на три дня билет, зря, 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 зря. Это что-то потрясающее, просто что-то невероятное. Да, это реконструкция, то есть это древняя, реально древняя капель, частично просто сложили первоначальную конструкцию, то есть это не все так сохранилось, как вы сейчас видите, много чего собирали и собирают до сих пор, но камни реально древние. Вот такие штуки, это невероятное место, просто. да, да, и многие храмы на территории Ангкора, они до сих пор действующие, и вот тут меня проняла просто зависть дикая, для местных это просто парк, это просто бесплатный городской парк, ты можешь в любое время, в любой день приехать, пикник устроить, на этом всем, просто погулять, зависть. Есть несколько точек, они на вовсе отмечены, с которых лучший закат и рассвет. Это крематорий, это не храм, это здание, это королевский крематорий, то есть здесь жгли людей. Что-то сохранилось, что-то собрали. Ну, у заката не сказал бы, что какие-то суперэффектные, но закат красивый. Закат и кирпичи. этим камушком где-то плюс-минус тысяча лет. полистаем салфачи, салфачи, мало кому интересно. шлем, шлем, который мы крестили шапочкой для купания, абсолютно дурацкий, постоянно сползает, ремень этот тебя душит, реально душит, от ветра он на затылок слазит, ремень тебя еще сильнее душит. Но вот у меня знакомые, даже Саша Кламбища, они летают в Азию уже ученые со своими шлемами. Они из Киева берут с собой рюкзак шлемы, нормальный шлем, потому что в прокате, к сожалению, вот такие шапочки для купания. Самая знаменитая картина, это собственно Анкор-Ват, главный храм комплекса Анкор, и над ним там типа рассветы. Вам может показаться, и на открытках, на фотогубле может показаться, что перед ним озеро, но это лужа, сфотканная с правильного ракурса, большая лужа, вот, девчонки с другой стороны. Я всегда рус таких кадров, типа вид, официальный туристический вид, реальность народу, то есть ты приезжаешь в три часа ночи, чтобы занять местечко на берегу этой лужи и сделать эффектное фото солнца от лужи. То же, что меня это поразило, сидели какие-то девочки, подростки европейские, я говорю, а куда ты завтра? Я в Вьетнам. У меня это пятая страна за неделю, я не очень помню, какие страны были до этого, но покатаюсь еще пару недель здесь, потом домой поречу. То есть люди вообще не отсекают, где они находятся, что это имеет какую-то историческую ценность, культурную ценность. Меня, честно говоря, это немножко раздражает, когда люди просто катаются по чекпоинтам, потому что турпрограмма, чисто побухать. С другой стороны, студенческие годы, если бы у меня была возможность покататься, потусить по просторам Украины, России, Беларуси, да, по Юго-Восточной Азии, я думаю, что я примерно бы так же то есть его, наверное, хз. Платочки на фоне. Центральный храм сохранился лучше всего. Он очень большой. Он, да, он тоже действующий. Боковые башни центрального храма, огромный. Он, кстати, на флаге Камбоджи, главный храм. Фишка страны. Стены его, крепостные. Вот так ощущение, что он дальше какое-то количество фото не листает. Сейчас я перезайду фотографию. Перестал дальше листаться. Ох, как я фильтровал эти фоточки, потому что вы понимаете, да, сколько фото делается в таком месте. Повар до хрена. Перезапустил. Вот. Есть менее расчищенные местечки, которые все еще утопают в джунглях и в них забираться вообще самый кайф. Там нет туристов, туда не возят автобусы, там кайфован. Это реконструкция в процессе. Откапывают, поднимают, укрепляют. Это слоновий холм. С него тоже очень неплохой вид. на все вот эти вот, на все вот это вот. Все это вот красотень. Это так называемые слоновые террасы. Там слонов держали на привязи. Что-то реконструировано лучше, что-то хуже, что-то видно, что не очень старались, накидали кирпичей, чтобы было похоже на изначальную форму плюс-минус и успокоились. Ага? Да, собственно, вот предыдущая постройка, такое ощущение, что была сложена из двух похожих. Как бы... Вот видишь, здесь узор сохранен. То есть просто камни были в разном состоянии. Я так понимаю, некоторые там больше пострадали от времени, от влажности, некоторые глубже в земле лежали, некоторые на поверхности. Они разного цвета, но если присмотреться, узор здесь один, узор сохранен. Просто разное состояние камней. Вот тоже одна из особенностей Ангкора. В некоторых местах специально не спиливали деревья, потому что они своими корнями сделали вот так. Просто оплели стены, как картинки природы против цивилизации. слоники. Центральные места. Опять он корват. Фото на фоне, фото на фоне. внутри есть несколько храмов, в которых можно заблудиться. Такие коридоры разветвленные. Да, это все строилось несколько столетий. Не за один год, не за многие столетия построили. И четко видно, как менялась религия. То есть более ранние храмы в Ангкоре они индуистские, а более поздние они уже чисто буддистские. Сначала индуизм, но постепенно его вытеслил буддизм. Камни, 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 больше камней. О, это один из моих любимых храмов. Почему? Потому что там внутри, там внутри, там внутри, там внутри. будет дальше. Дальше, вот такие штуки. Природа против человека. это дерево тупо проросло через стену. Их частично спиливают, но там вообще сложная делема получается, потому что дерево будет разрастаться дальше и будет разрушать постройку, по-хорошему его будет убрать, но с другой стороны стены частично держатся за счет этих корней и деревьев, то есть разрушать их тоже значит разрушать постройки. Сейчас насчет этого спора идут, как с этим быть. Ага, вижу, включаю. Ну, это так, это праздное. Скорее вопрос, если дерево спилить выше, чем вот этот уровень, где оно держит стену, то оно теоретически расти перестанет, потому что оно будет уже не очень живое, а поддерживать всю структуру видимо не перестанет, скорее всего. Ну, вот видишь, тут часть убрали. Тут было два, одно убрали. Ну, я думаю, как-то это решится. Но вот эти корни на стенах, вот корни на ступах, крутое зрелище. есть пара храмов, которых много таких локаций. Да. А как так получилось, что деревья настолько долго тут росли, то есть эти храмы были как-то заброшены, потом к ним вернулись? Ну, это все было в Занепаде, это все было поглощено джунглями примерно 800 лет. А, то есть цивилизация на этой территории какое-то время была там, строили и жили, потом оттуда ушли и на другую территорию, так? Ну, потом, да, потом там война с тайцами, потом там еще пара эпидемий было, да, и Ангкор опустел, и стали строить просто более современные города, старые покинули, да. Его очень сильно разрушили войнами, и поэтому народ оттуда... Это ж город, он на границе с Таиландом, пограничный город, зона АТО, так сказать. Там тайцы очень нехило все развалили, и народ мигрировал дальше от границ, вглубь страны. не находите некие исторические параллели. Крематорий еще один. Крематории различаются по архитектуре, на второй день начинаешь это все различать, да, это мы на рассвет ездили, ранее, ранее, ранее утро. Много камней. Кое-что еще вообще расчистили просто от растительности, а так как лежали плиты, камни, так и лежат. Такие вот деревца немаленькие. Такое ощущение, что корни как вода стекают. Кое-где подпорочки, чтобы оно не обвалилось под весом корня. вот такие вот маленькие деревца. Вот такие маленькие деревца. Это опять же я читал исследование для того, что это было. Это так называемые башни кантоходцев. То есть там давали представление типа площадь для выступлений и между этими башнями натягивали канаты и там ходили кандоходцы развлекали народ. Это храм на воде, но это храм на воде в сухой сезон. Так-так-то он на воде, но вот местные королок пасут. Типа тут дофига древние храмы, куча туристов, 100 баксов за вход, да, всякие там раскопки, ЮНЕСКО, все, и местные королок пасут. Рабочий алтарчик, действующий, намоленный. Очень тонкая резьба, клевая. Это ворота, там просто есть внешний периметр и внутренний. Был внешний город и внутренний город. Внутренний город, там жили люди богаче, внешний победнее, и внутренний от внешнего был огражден стенами, с воротами. Это ворота смерти, потому что через эти ворота выносили мертвых. Там есть ворота жизни, свадьбы, и все такое, ворота смерти, и еще какие-то двое ворот. Это ворота смерти. И прикол, будет фото, с одной стороны на этих воротах лицо человеческое, а с другой не очень. Вот по такой дорожке просто ты и в эти вороты машиной просто не проедешь. Поэтому мопед, и я видел упоротиков, которые по этому всему ездили на велах, но такие расстояния на велах в 40 градусов, ну, я не знаю, сколько нужно быть фанатом велосипеда. Да, слушаю. Не, ну, если велосипед с мотором, то еще в принципе можно. С мотором нет, просто обычный, самый обычный велосипед. Ну, это тогда действительно фанаты. Да. Вы видите перед собой озеро. Точнее, не природное озеро, а там были озеро-уары для воды, чтобы накапливать воду для жителей города в сухой сезон на новых лиц. Вот так. Эти же ворота эпичнейшие. А это я табачок нашел. Не прощайте внимание. А, все, на этом фоточке я, видимо, не фоткал с другой стороны, потому что трафик был. Да, в общем, с другой стороны, там лицо демона на этих воротах. Вот. Все, это пошел город Сианукфиль, который вот, собственно, выкупил Китай, как вы видите, чуть более чем полностью. Это был курортный небольшой городок, но его купил Китай, и я чувствую, через несколько лет там будет город просто огромнейших китайских отелей. Паса где-то в Камбодже, где-то в глухой Камбодже, просто заправка, просто холодильник при заправке. Ха! Пам-пам! Просто глухая Камбоджа. Все тут же семь лет вечерний. А, нет, это уже... Вот, это я катался просто по проселкам. Это я поехал в город Кампот. Город Кампот через А, это как раз пристанище европейских пенсионеров. То есть небольшой бывший колониальный городок на речке, где очень много европейцев подчемного возраста доживают свою пенсию с красивыми видами, дешевой едой, хорошим климатом. А это вот обычные села, домики в сельской местности. Это я просто вбел и катался по округе, не по каким-то замечательным просто решил покатать полян по селам. Да. Вот ты сказал по поводу европейских пенсионеров. Я, честно говоря, раньше еще читал у Игната Кройца в Фейсбуке о том, что в Камбодже просто нереально дешевое все. А сколько там жилье стоит? Я там не останавливался на Ленингстей, потому что там украинцам только месяц может находиться без визы. Я там просто по неделе плюс-минус снимал комнату в отеле и все. Поэтому по чем-то аренда я не знаю. Понятно. А дешево? Дешево. То есть блюдо полтора-два доллара в среднем. Хорошо поесть на двоих 5 долларов с напитками 6-7 долларов. Очень дешево. Зашибись. Понятно. То есть почему. А кстати опять-таки у того же Кройца я читал, что там они после полпота видимо ударились в дикий капитализм. В смысле то, что у них все платное включает медицину, здравоохранение там прочие услуги. Но как раз в том, то есть там социалки как таковой нет даже для местных. Это действительно так. Ну как я понимаю это выгодно, потому что у всех у кого есть деньги в принципе одинаковые права есть там прописки нет прописки. Так это действительно так, то что все грубо говоря медицина, платное образование платное, все платное. Тут я тебе ничего не скажу, потому что в Камбодже я был месяц туристом, я особо вглубь не погружался. Но то, что они ударились в капитализм после коммунизма и Пок-Под это заметно, это очень заметно. Ну насчет образования медицины тебе не скажу, не сталкивался, потому что я в основном просто по интересным местам мотался, но не то, чтобы много расспрашивал местных на эту тему, но больше по кухне, по культуре. Кстати, одна, кстати, не кстати, одна из фишек Камбоджи это перец. Черный, белый перец, там выращивают просто крутейший перец, там есть перечная плантация, вот я на эту плантацию ездил, там показывают весь процесс выращивания, сбора, сушки, перец реально очень, это как ленгерская паприка, я набирал с собой, вот выращивают перец, там местный гид рассказывает, как оно растет, как его собирают, фасуют, вот тетушка вручную перебирает хорошие перчинки, от плохих перчинок, как-то все просеивается, но он действительно вкусный и очень ароматный, я с собой набирал пару пакетов и на сувениры тоже брал, отправлял. Рядом с городом Компотом есть город Кеп, два города спутника Компот и Кеп, Кеп славен своими морепродуктами, там очень большой рыбный рынок и там местный деликатес, местный спешарикет, это голубые крабы, я вам скажу, с этим крабом больше мороки, то есть ты долбешься его там от панции очистить, а мясо на ползуба. Вылавливают в таких вот бамбуковых клетках и сразу местные там выбирают, разбирают, торгуются, покупают рыбную рыночку. И сразу же тебе всякие морские гады на гриле тоже лов-доллар штучка, обожраться можно. Кто любит морепродукты, сейчас захлебнулся слюной и ушел под стол. Поплитка в пафосное фото, вот краб этот толку с него. да. Я хотела сказать, что я не просто слюной захлебнулась, у меня сейчас запах морепродуктов рядом со мной начал витать. Креветочки, видишь, вареные креветочки, потихщины уже запах блин, не издевайся. самое главное, что очень смешная ситуация, у меня есть деньги, чтобы пойти это себе купить, но какие-то тараканы в мозгу не позволяют мне покупать вкусности, пока у меня дома идет война. Я не знаю, может, я эти тараканы потом как-нибудь поборю. Это ты зря. Это ты зря. Всегда это ютва, и при этом ставить кресло на себе и своей жизни, так себе идея, честно говоря. Ну, вот я думаю, завтра не купить таких креветок. Обычно меня на них дают шапа, потому что их много, а есть там мало, но надо пересмотрелось этого твоего. А у меня реально, я иду по городу и мне это самое, стрёмно купить себе мороженку, потому что оно как-то встанно. Выкинь эту глупость из головы из-за того, что ты будешь завязывать с этим. Я понимаю, что ничего не произойдет из-за того, что я мороженое поем, но все равно не могу. Я как раз хочу об этом сказать, что покупка чего угодно внутри Украины в то время, когда Украина относится достаточно-таки жопа с экономикой из-за войны, это хорошее дело. Я не внутри Украины, вот в чем дело. Я снаружи. поэтому у меня это самое дополнительное чувство вины из-за того, что я снаружи, а многие мои знакомые нет. Это глупости. Не корми свое чувство вины. Да, корми себя. Да, да, да. Все хорошо. Я хотел сказать про покупку внутри страны. Ну, внутри страны, да, поднимаем экономику как можем. Я вот хожу каждый день поднимаю. Вчера борщом поднимал. Да, есть такое. Рыбный рынок. Это поля, 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 поля огороды. Камбоджу называют в том числе красной страной и не из акменов, потому что много красной глины. И в сезон дождей дороги такие оранжево-красные, которые не асфальтированы, а там действительно довольно много дорог, поселков с администрированными дорогами такое плюс-минус. То есть мне кажется хуже всех в Ювазе Камбоджа с дорогами, с такими неглавными проселки чисто глиняные. Домики, домики на сваях, потому что регулярно поля затапливает. Вечера в Камботе. Как упоительные в Камботе вечера. Да, вам не показалось. водное пространство, оно это море или озеро на лесах, или вообще какой-нибудь Мекон, просто сказал, что морепродукты. Камботе Камботе. Это Южно-Китайское море. Южно-Китайское море. На фотографии где закат, там река. Река в Китающее море. Понятно, понятно. Спасибо. Такеда? Да. Я вот смотрю на эту постройку и задаюсь вопросом, когда она была построена, потому что судя по архитектуре, это век 13-й, 14-й может быть. В то время еще не было в Ювазии христианских проповедников. Я думаю, это попожало. Я думаю, это сильно попожало. Да. Ну, поскольку в Камбодже французы сколько там лет, они полвека или даже больше владели Камбоджей, а у французской католической церкви они и в Иерусалиме такие средневековые около готическую фигню строят, так что для них это характерно, нормально. То есть они могли в 19 веке такой бахнуть. Это французы. Честно, я вот здесь быдло я не разбираюсь, но это французы, потому что это, собственно, возле Кампота, а Кампот это французский город был. Ну, я подозреваю, что это просто либо закос под старину намеренный, где-то века так 17-18 может быть, или же, как вариант, просто построили наиболее простую архитектурную форму, потому что было не до изысков. Ну, я думаю, да, я думаю, что истинно где-то там либо действительно простота, либо закос. Там просто под Кампотом есть нацпарк, мини-нацпарк, холм. Он бего-крутой, и он очень высокий. Туда едешь наверх, чтобы отдохнуть от жары, потому что там вверху прохладно, красиво, и там вверху очень много заброшек разного исторического периода. То есть по каким-то причинам там что-то не приживается. Говорят, проклятое место, там заброшенные церкви французские, там заброшенное казино, там заброшенная королевская дача, я потом покажу, там холм с заброшками. Вот, вот с заброшком. Мне кажется, это закос век так девятнашка, если не двадцатка. А вот вы наблюдаете Вьетнам. Вот этот островок на горизонте, это вьетнамский остров Фукулк. Это на границе Камбоджии и Вьетнама, и там через море видно вьетнамские острова. Вот этот холм, не помню, как называется, и там заброшки, 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 заброшки. Ну, опять же, ничто человеческое, да, там местная всякая нефарьо, готики Камбоджийского разлива тусят, пентухи рисуют, ария, кипелов, все как у людей. Это работающий отельчик. Да, слушаю. Это серьезно, или просто буддистская страна, или это так, шутка, или реально тут пентухи рисуют? Не, не, это я шучу, там основки, надписи, надписи на непонятном, название американских групп. Полпот силы? Индуши. А? Говорю, а потом окажется, что это типа там Полпот жив и так далее, какие-нибудь такие, но нефар, да, что они могут сделать. Кстати, печально, но факт, на могилу Полпота до сих пор приносят цветы, которые считают, что при Полпоте было лучше. Факт. Меня это очень универило, но с другой стороны и Сталину возлагают тоже. Идиоты есть везде. Есть некоторое количество людей, которые считают, что при Полпоте был парадошек, стабильность, крепкая рука и вот это все говно. Вот это заброшенная королевская дача. Холм заброшен. Вот вот такое вот интернациональное искусство. плавательные шапочки. А вот сам Компот. Французско-пенсионерский городочек. Типичная колониальная архитектура. Вот. Абсолютно французские домики. Да. Видавшие виды, то есть это городок не особо туристический, там люди просто живут. Там смотреть особо нечего, кроме вот холма и перечных плантаций. Люди приезжают. Я пожил, честно. Не то, чтобы долго, но пару месяцев я пожил. Люблю такие местечки. внезапно. Вообще внезапно. Совсем, совсем внезапно. Я не ожидал. простите, поумничаю, но... Но и ты попал. Прием, прием. Я хочу послушать умничнее. Ну, я тоже самое могу помничать. Ничего удивительного в этом нет. Откуда? Где? Вся Южная Азия довольно султанаты и прочее. не вся. Не вся. Не вся. Не вся. В Лаосе вообще нет. В Балазии да, Индонезии да, Таиланд частично да, Мьянма да, Индия более чем. А вот в этих местах мне было странно такое видеть. Илья, ты хотел поумничать, но пропал. Ой. А, то есть я не договорил. Я говорю, у них там есть, живет народ Чамы как раз на границе между Моржей и Вьетнаном. Вроде Чамы, да, они мусульмане. Чамы как раз мусульмане. Чамы у них была, Чамская империя, да. Да, да, мне понравилось, что во время Вьетнамской войны Чамский легион на стороне США у них был охрененный. Блин, ты пропадаешь. Очень интересно ты пропадаешь. Чамский легион дальше не услышал. Ну, я говорю, да, то есть, нет, я вам сказал, что у них был полумесяц со звездой как эмблема, то есть вполне возможно, что это Чамский храм, то есть Чамская мечеть. Ну, к тому, что я не удивлен, что там больше есть мусульмане, они там... Понял, потому что Чамы, они же вообще на территории нынешнего Вьетнама в основном жили, была эта Чамская, даже Тямская империя, да, древняя, тоже мощная. Но то, что они до Камбоджи добежали, я не знал. Интересно, спасибо. Кто там еще хотел губаков? Кеп. Кеп и голубой краб. Это просто набережная, вне города просто набережная. Катался. Виды на Вьетнам. Будда на холме. Казино. Там же на холме действующая, однодействующая, одноздушная. Там, я вот сейчас не помню, хотя я про это писал пост, там какая-то движуха была на этом холме в казино, кучу денег отвалили, построили, а потом кого-то посадили, не срослось. Да, все те же скриппинг-басы, обожаю их. Это снова, снова CMRIP, что мы оттуда ехали в Таиланд. Да. Глупый вопрос. Вот эти слиппинг-басы выглядят просто как ряды коек, как будто люди там должны путешествовать абсолютно без багажа. Багаж ты сдаешь багаж, то есть внизу автобус, есть багажное отделение, куда ты складываешь багаж. А для маленькой сумочки рюкзачка в ногах с полочками. А, я понял. Ну, видимо, да, это только у нас есть такая тенденция у людей сильно трястись за свои вещи, потому что у нас такой, видимо, вороватый менталитет, поэтому обязательно багажник будет где-нибудь очень близко к самому человеку, на плацкарте или еще где-нибудь. Ну, багаж, большие рюкзаки, просто внизу автобуса большие багажные секции, складываешь рюкзак, тебе его маркируют, дают номерочек с твоим багажом, и все. А это и так работает в базе свет. Вставляешь карточку, свет есть, вынимаешь карточку, света нет. Экономия и противопожарная безопасность, то есть ты уходишь из номера или в квартиры, достаешь ключ-карту и все, обесточиваешь дюлье. И на этом глупом селфи кажется, Камбоджа подошла к концу. Да, короче, резюмируя по Камбодже, одна из самых недооцененных. Так, сейчас секундочку, у меня тут по волонтерке спрашивают, сейчас я отвечу. Вот, одна из самых недооцененных стран и в Азии, Камбоджа. Вот, две недооцененные страны, это Камбоджа и Лаос. То есть, Таиланд, да, Таиланд, все знают, море, развитый туризм, да, в Малайзии хай-тек, Индонезия, острова Бали, вот это все, а Камбоджа и Лао, это в сторонке немножко, Лао в общей стране. Ну, я так полагаю, это из-за того, что в массовом сознании обе эти страны связаны либо с какой-нибудь диктатурой, либо с войной, либо еще с чем-нибудь вот таким. То есть, видимо, считается, что там с тем, что там, ну, как бы небезопасно туда ездить, потому что, ну, вот в Мьянму оказалось действительно не очень безопасно ездить, как, ну, недавно оказалось. Я не думаю, что этот их переворот как-то повлиял на жизнь в стране. Вот честно, не думаю. Зы, на самом деле, но есть у меня некие сомнения. Вот. И у нас еще есть временечко, и в это временечко я могу запустить как раз тут не очень много про вторую кайфовую страну, которая Лаос. Называют Лаос. Я вообще раньше думал, что Лаос это такой остров где-то возле Греции. Ну, там Радос, Лаос, вот это все. Оказалось, что это отдельная такая страна между Айландом и Китаем. Лаос и Бали, это да. Лаос, Бали, Гуа, да. Вот, поэтому я могу еще болтать часик условно поболтать про Лао, если не успеем продолжим. Час времени еще есть, выделял по регламенту, так что, если хотите послушать про Лао, вот, собственно, Лао. Так, сейчас, 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 Да, это не Лао, это я. Сейчас я немножко промочу горло на ваше здоровье и поболтаю про Лао. В Лао вообще в основном мотаются на визоран. В Камбоджу мотаются в Анкор, а в Лао просто ездят из Таиланда обнулить визу. То есть, когда у тебя кончается виза, ты просто приезжаешь в соседнюю страну, то есть, в Лао там за два дня делаешь новую визу и заезжаешь обратно в Таиланд. Сам Лао вглубь страны мало кто углубляется, и совершенно зря, абсолютно зря. Это первое, что я увидел в Лао. Поднишься в автобус, там монахи. Местные денюжки, тоже, кстати, свои цифры. Какой-то Ельцин на банкноте. Да, прикол про Лао. Лао коммунистическая страна. Слева молот, справа серп, все дела. Там компартия, власть официальная, коммунизм, так, чтобы это было почем-то видно, да вроде и нет. Висят такие серпы и молоты, меня в Фейсбук забанило за такую фоточку. Да. Просто будет назвать Лао Народно-демократическая республика. Да, вообще оно правильно называется республика людей Лао. А, то есть перевод, условно перевод такой, да, понятно. Да, перевод республика людей Лао или народа Лао. Ну, вот Лао это точно китайцы, это точно ребятки, которые из Южного Китая подальше от этих императоров всяких свалили на юга свою страну сколачивать. Великая река Меконг на одном берегу, на котором я стою. Лао, а на противоположном Таиланд. Там есть еще одна, один поворот Меконга, где сразу три страны видно. Лао, Таиланд и Яну. Гикончиков фоткал. Да. Забегу немножко вперед, хотел этот вопрос отложить на конец сегодняшнего стрима, но я так понимаю, что Юго-Восточная Азия уже подходит к концу у тебя, да, вот по путешествиям. Ну, смотри, Вьетнам я показывал, Яну я показывал, Валайзию, Индонезию, Камбоджу, да, осталось Слау и Таиланд. Непал мы не считаем в Азии, да? Ну, наверное, не, наверное, все-таки не считаем. Такой вопрос. Гонконг и Сингапур остался, да. А ты был в Гонконге и в Сингапуре? Да. Ух ты, прикольно. Короче, что хотел спросить, вот эти все, вот этот весь дикий микс народов, которых очень много общих, как хороших, так и плохих моментов в истории, как они вообще на данный момент относятся друг к другу? То есть, есть ли какие-то вот острые неприятия или, ну, ты говоришь, что они все такие, типа, достаточно спокойные, открытые и улыбчивые, ну, как бы, точат ли они ножи друг на друга за то, что там 50, 100, 200 лет назад кто-то кого-то порезал? Да, 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 все не любят Таиланд. Что Мьянна, что Камбоджа. Насчет Лавы не знаю, у Лавы там свои приколы, да, но Мьянна и Камбоджа очень не любят Таиланд. Таиланд относительно недавно с ними воевал, там, типа, 500-600 лет назад, они до сих пор это помнят, и тайцев, вообще тайцев в той части мира не особо любят, как молодую, агрессивную и зажравшуюся нацию. Ну, как 500-600, тут 50-60 лет назад тоже было, я так понимаю, достаточно горячо в этих краях? Да, 50-60 лет назад там в основном штаты с советами рубились на чужой территории. Та же Лавовская война, да, она никому, местным, она вообще нахер не нужна. Это была чисто заруба коммунистов с капиталистами, но в Викторско-Восточной Азии. Ну, то есть, у местного населения, вот воюющих в этой войне стран, не осталось каких-то больших претензий друг к другу, все понимают, что это типа не их замес был, или как вообще это происходит? Понимаешь, вот насколько я общался с местными, да, местные, они не особо это выразить, они живут на своей земле и живут азиаты, кроме китайцев, да, и аплодцев, они не особо путешествуют, они не особо стремятся куда-то выехать за пределы родной страны, родного города и не особо коммуницируют с соседями. Вот у них такой оседлый образ жизни, да, у них даже сейчас путешествовать не особо принято. То есть они, грубо говоря, не сильно заглядывают за забор к соседям, посмотреть, что у них делается и поплеваться туда, да? Да, многим вот те же лао, им пофиг, им вообще пофиг, у нас есть своя страна, типа национальная идея, не трогайте нас. Вот я точно знаю, это я общался, отцепитесь все от нас и не воюйте свои войны на нашей территории, все. Что-то мне это допоминает, наша национальная идея, девятнадцатая. Да, 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 вообще в истории много таких интересных моментов, которые повторяются, перекликаются из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Но опять же, насколько я знаю, вот, ну, на Таиланд, на Таиланд много исторических обидок, да, потому что они там активно завоевывали. А так, Яванская империя, Яванские завоевания были хер знает когда. Там, две тысячи лет назад, никто особо не помнит. Просто ты рассказывал про яванцев и балийцев, которые не любят друг друга? Это есть, да. Это внутри одной страны, да, там, я так понимаю, немножко такой, островные терки, да, ты, 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 не из нашего острова. У многих, да, у многих, кстати, внутри какие-то терки, в той же Мьянме, где 12, кажется, разных народностей, там, внутриковых терок хватает. Какие там соседи, у нас внутри страны, 8 отдельных стран, зачем к соседям заглядывать? Ну, и в целом, там, вот, насколько я общался, видел, смотрел, там страны без имперских амбиций. Но империя, империя однажды, империя навсегда. А там, если и были когда-то империи, они были черти, когда тысячи лет назад давно распались, и уже никто ни на что не претендует. Китайцев не любят. Вот китайцев сильно не любят в большинстве стран Ювазии. Побаиваются и не любят. Но при этом охотно продают им все, включая землю, отели, города и прочее. Я как-то спросил одного баристу в Камбодже, просто говорю, слушай, вот у вас вот отели китайцы строят, города покупают, вы не боитесь? Он говорит, да, боимся, но это работа, это деньги, это возможности. То есть, да, с одной стороны, мы боимся экономического поглощения, с другой стороны, это возможности, это финансы, это жизнь. Как-то так. То, что я лично общался с человеком. Сейчас крутится на языке. Можно ли сказать, вот исходя из всего, что ты сказал, вообще из всего этого контекста, что какое-то отношение вот к этому, к отношениям между странами, насколько это связано вообще с религией, то есть, насколько это связано с тем, что у нас там христиане, а у них буддисты, и буддисты то ли более спокойно относятся к бывшим врагам, то ли что, вот как это работает? Вот ты знаешь, это очень хороший вопрос, потому что, по моим наблюдениям, да, вот именно много чего связано на разницу религии, потому что буддизм это религия, в которой никогда не было мессианства, например. Буддисты никогда не отправляли мессионеров. Ну не никогда, ну не никогда, в пятом веке до нашей эры очень даже было, то есть, в пятом веке, когда они, пятый век нашей эры, Ну, значит, это было настолько трудно, что все уже вымонились. Мы же видим, да, мы же видим, что чем младше религия, тем она активнее. Кто у нас сейчас самая активная? Ну да, 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 да. А религия, которая постарше, я свернул экранчик, потому что меня тут немножко дергают по волонтерским задачам, поэтому я скоро буду сворачиваться и делать немножко работку, но пока поболтаю. Я тоже заметил, что много чего связано именно в религии, в том числе ментальность страны народа, она часто вызвалась от религии, ну и буддисты, они спокойнее, они, да, вот я этого не знал или не помнил насчет пятого века, но это все-таки до нашей эры, до нашей эры буддисты очень сильно миссионерствовали, особенно в Китае. за что их там очень не любили, кстати. понял. Но вот я этого не знал, но просто, я сейчас, кстати, включаюсь на микрофончик, раз мы двигаемся к финалу, как раз, и я что-то хочу, ага. на ламки, буддизм, с другой стороны, а на Шри-Ламке индуисты с буддистами, там уже вплоть до этих, вплоть до этих смертников было, причем с обоих сторон, то есть использование. Или, например, этот в Мьянме это резня мусульман, то есть им же не мешает как бы буддизм такие речи творить получается, ни Мьянме, ни Синдал. в Мьянме кстати была заруба, а на ламке, по-моему, как раз тоже мусульмане в основном, нет? Нет, на ламке с одной стороны индуисты, с другой стороны буддисты, именно что. То есть тоже древние ериньки. В смысле не посетили? Не было еще, да? В смысле не показал, да я там жил, не посетили. Я туда прилетел на месяц и мне так зашло, что я пробил визу еще на 2, я там тупо три месяца жил на берегу океана, слушал прибой, писал про резиновые члены, все было отлично. Не жизнь, рассказка. Океан шумит, тут про фалосы пишешь, деньги за это получаешь. Вот. Кто еще что хочет сказать, спросить, рассказать, я же вас тоже слушаю, мне тоже интересно, я не все знаю, не все помню. Про какие-то вещи я читал, писал, но забыл, прочитал, пост написал, все, не нужно, выкинул, забыл. слушай, а я таки пропустила твой рассказ, как ты в каком-то монастыре, по-моему, был. Нет, это было в Таиланде, Таиланд, я, наверное, напоследок при берегу, как самую, такую, самую попсовую, самую, на слуху, самую туристическую страну, потому, что в Таиланде я, нет, дальше всего я жил в Вьетнаме, в Вьетнаме я жил полгода, а в Таиланде пять месяцев, суммарно пять с половиной месяцев, то есть чуть меньше, чем в Вьетнаме, и про Таиланд есть, что рассказать. Это в Таиланде я ходил на Випассану, а сейчас бы, сейчас бы на Випассану, сейчас бы в монастырь на пару недель, без интернета. И, да. Шри-Ланка тоже не совсем Ювазия, Шри-Ланка считается Южная Азия, вроде как. Вот, нас по Азии осталось, что осталось? Лао, остался Таиланд, остался Гонконг, Сингапур, но там немного, что там, что там было три дня, так, пробега небольшие. Осталось Ланка, Непал, и, вроде бы, по Азии все. Но Турцию тоже можно считать Азией, да, и Эмираты можно считать Азией, и Оман можно считать Азией. Оман, кстати, в какой-то страны. Но по Ювазии именно все. Я не попал, не получилось в Бруней, хотя хотелось, но билеты подорожали. Я сознательно не попал, не полетел на Филиппины, потому что я работал, а на Филиппинах очень плохо с интернетом писали, плюс там страновой сезон как раз надвигался, когда нужно было, мы же как, мы же выбирали следующую страну, это не был какой-то план, то есть просто находимся в одной стране, так, а кто у нас тут реально, куда проще всего и дешевле всего следующую страну перескочить. Ага. И по Ювазии, а, не был в этом, Бангладеш. Бангладеш, честно, никогда не хотелось. Говорят, та же Индия, только беднее трешовее. И там делают много чего, одежду шьют. В Китае меня не пустили. Что там еще в той части мира? В Австралию я не захотел рисковать, потому что там чисто подача документов стоит 200 баксов, и ты в любом случае ты получаешь визу или не получаешь визу 200 баксов. До свидания. Плюс там внутри очень дорого, и без машины особо делать нечего. Это в Австралию я не захотел. А по Куассе не это. Вот, продал Новую Гвинею, я смотрел. Но понимаешь, государство, которым гуманитарно помогает Куба, Куба, гуманитарно помогает. Что такое? Знаете, в Африке есть страна Гамбия, которая гуманитарно помогает КМДР. Так что это еще не... Да, и по заказу КМДР как юрикорейские скульпторы отгрохали там губориал местному президенту. Со статуями соответствующих форматов и так далее. Заявочка на успех. Реально заявочка на успех. Да, не знал. Ну вот, по пластам было интересно, потому что я был рядом, но я такой погуглил, так, что у них там вообще ничего интересного. не мой тип туризма. А, на Мальдивы. На Мальдивы честно заломало, потому что на Мальдивы сланки было очень дешево, там что-то 10 баксов, кажется, сланки на Мальдивы, и была мысль, может, на Мальдивы, но остановилось, что там конченая внутренняя логистика, абсолютно конченая внутренняя логистика, то есть там куча островов, между ними перемещение там на паромах, на аквасамолетах, на лодках, и там ты прилетаешь в главный аэропорт в Мале, и чтобы оттуда куда-то добраться, до кого-то плюс-минус лакшери острова, ты тратишь ту его кучу времени и денег, и я решил, что оно того не стоит. Не услышал? Пропадаешь. Пропадаешь. Сточный лог. Слышно меня, что ли? Сейчас слышно. Восточный Тимур, кстати, Восточный Тимур это страна, к которой есть территориальные претензии у Индонезии. Они считают, что Восточный Тимур это исконная их земля, и пытаются там даже воевать немножечко на Индонезии. Даже видел на Джеккарте плакаты, типа Восточный Тимур наш, освободим исконные Индонезийские земли там же на Индонезийском говорят, и вот это вот все, вся эта риторика. Не интересно. У меня не было цели прям посетить все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. И в какой-то момент я понял, что... Интересно, кроме Филиппин, христианская страна в Восточной Азии. То есть, я думал, из-за этого имеет смысл туда съездить. Не знаю. Мне вот то, что мне было очень интересно, но не получилось, это Бруней. Бруней-Дарусалам одна из самых богатых стран в мире. Абсолютная религиозная монархия. И вообще они... Читаешь про них, думаешь, вау, такое существует все еще на Земле. Но реально Берез что-то сильно подражали в один сезон, поэтому нет. И Филиппины, мне очень интересно были бы Филиппины. Но Филиппина, у меня как раз была знакома там, я был в Таиланде, она сама куртка, короче, она из курдов, из тех самых турецких курдов, живет в Казахстане и поехала волонтерить, преподавать английский на Филиппины. Вот. И она как раз писала, что на Филиппинах совершенно невозможно жить и работать. Там очень плохой интернет, часто вырубается электричество, то есть полететь туда, отдохнуть на пляжике, погладить за пузико лемуров, посмотреть на эти знаменитые шоколадные холмы, да, огонь, а вот в формате диджитал-новодинга, то есть, что ты работаешь при этом, плохой вариант. мы всерьез рассматривали этот вариант, углили, смотрели билеты, смотрели на каком острове лучше упасть, логистику, но в последний момент посмотрели, что плохо со светом, с интернетом, плюс сезон дождей на носу, а сезон дождей это всегда время блэкаутов, то есть, когда вырубается свет чаще, чем обычно, вот, подумали и решили, что как-нибудь в другой раз. Ты будешь рассказывать потом про Непал, но можно? Ты сильно пропадаешь, я услышал про Непал, а дальше нет. Можно как выглядит Средактор в 2008 году решила, что строить коммунизм это хорошо, просто один сам этот Непал? Они строили коммунизм? Не заметил. У них маоисты власти официально. Подожди, 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 я знаю, что маоисты очень активно набегали, терроризировали и всяческие беспорядки творили, это да, то, что они у них официально власти, я не знал, да? Ух ты. Да, у них очень, они реально у них когда короля свергли, они решили, что мы будем строить социализм. У них странный социализм, у них две партии власти, две партии марксистско-ленинская и маоистская, но у них две компартии в том-то и дело, да, и они друг с другом соревнуются. Вот мне интересно, как выглядит страна, которая в том-то страна, как страна. Страна, как страна. Она как буря. У меня где-то была фоточка на ту тему из Непала. Сейчас найду. Я думал, они там просто пытались, пытались, но у них ничего не получилось. Интересно. Две партии, действительно, это как большевики, меньшевики, это у меня единственное сравнение получается. Короче, где-то, где-то глубоко в Гималаях я нашел камень, глубоко в Гималаях, высоко дышать трудно. На большом валуне придорожном серп и молот и надпись мало. Это все, что я знаю о маоистах в Непале. А так Непал выглядит как страна не то, чтобы сильно развитая, но безумно интересная в культурном плане. Прям-прям капец интересная. Одна из самых интересных стран вот именно в плане культуры, в плане религии. Ну и в Непале я больше по горам ходил. Я в Катланду пожил немножко и так больше по Гималаям шарился. Я туда не за городами летел. Совсем не за городами. Где Мао? Я его найду. или нет? Нет, наверное, не найду. Ну, что? Непал, я вот слышал то, что я слышал, Непал очень старается казаться бедной страной, потому что если по какому-то индексу Непал будет бедной страной, то ему более богатые страны будут отстегивать всякие блага. Но при этом, если присмотреться на автомобили и дома, например, то понимаешь, что не такая уж и бедная страна Непал. не богатая не богатая это есть такое. Семпов и Молотов не видел, портретов Маркса, Энгельса, Ленина тоже не наблюдал. С них, наверное, очень какой-то непалевный маоизм. Каламбур засчитан. Честно, вот Непал, я спросил, она зашла речку Непал, Непал меня поразил дичайшим миксом времен. То есть там такое ощущение, что спелись военно век 10-й, 15-й и 21-й. В основном, кстати, 15-й. Хорошо, так. Можно пару фоток? Потому что я уже не помню, что ты покупала. Сейчас, кстати, вот город Бахактапур, который мне Ника понравился. А, даже не так. Пока ведет только тебя. Сейчас, сейчас, секундочку, секундочку, я просто открываю. Павлаз. Вот Катманду. Типичный дворик Катманду. Дворики Катманду в Адлав. Столица Непала 2018 год. Как-то так. Это вообще прекрасно было. Слушай, а все тут ругались, что в Японии воздушная линия. как-то так. То есть, я не скажу, что это зажиточная страна, но исторические какие-то штуки, колорит, он там присутствует чуть ли не больше всего. знаете, сами непальцы говорят, что Непал это страна, где родился Будда, и там в это веришь. Там такая намоленная прям атмосфера духовная, высокодуховная по всей стране, по всей стране. И очень много вот таких старинных храмов, зданий просто везде. Вот так выглядит Катманду. Не в темный вброс. Мне вот интересно, с чем связана эта азиатская традиция, которая, судя по твоим фоточкам, реально присутствует абсолютно по всей Азии, по крайней мере по юго-восточной ее части, это вот эти леса из проводов, которые... Сельсмоактивность. Нет, я не к тому, что почему провода не прокладывают под землей, я к тому, что почему никакая коммунальная служба не наведет порядок в этих проводах, типа сделает из 10 один. Не знаю, наверное, потому что и так сойдет. А это современный Непал, на каждом будут жертвенники, Доктор Стрейнджа все смотрели, да? Он там в дверку стучался, вот в этом. Та самая улечка? Та самая улечка, та самая дверка. А ты туда заходить пробовал? Замочек на двери, видишь? Ну да. Ну вот интересно, это шифруется просто. Один же способ шифровки показать на весь мир, чтобы все думали, что это шутка. Вот так выглядит центр. Там у них просто еще измельчение было, кажется, в шестом году мега-разрушительное, но очень сильно центр покоцало. А Непал довольно бедно выглядит местами. Какой-то опасности я не ощущал. Да, там на улице, даже в столице, реально вступить в говно. Да, более чем. И не всегда в коровье. Да, вполне. Но мне понравилось. И этот дух истории, который прям везде такой концентрации древних старинных зданий, храмов, штук, я не видел. Куда ни приезжали. Единственное, что ты видел, показывал, это какой-то маленький пятачок между домами, а больших у них больших открытых пространств вообще нет. Узкие улочки, подворотни, вот все это особо нету. Вот видишь, с накидом отзывали по коцлу, подперли рейками и михай стоит. Да, Катманду, кстати, Катманду город, в котором невозможно ходить без маски. Пыль. Специфический город, специфическая страна, но какова же красота. У меня такие виды в самое сердечко запали. Дом, я не знаю, какого он века, пацанчики с портативной колоночки какое-то музло слушают, местные хитчеры на районе. Везде статуи, везде. красненьким помазаны, жертвенненьким. Я думаю, что не всегда это краска. Ой, не всегда. О, сейчас найду фоточку, в которой мнению вот весь Непал. Есть у меня одна интересная фотография. О, нашел. зис. Зис. Ой, сорян. Да. О. Алтарь. Хрен знает, какого века. Дедушка читает Непал Таймс в традиционной одежде. там внутри спит корова. В этой каплычке там чуваки на мобедах гоняют, но при этом 4G Wi-Fi ловит. Непал клявый. А климат там какой? С одной стороны Южная Азия, с другой стороны там же Гималайи должно быть попрохладнее. Холодно. Холодно это в градусах сколько? В смысле средняя температура какая примерно? Зависит от того, где. Катманду он в низине, он в долине, там приятная привычная тридцаточка, но под вечер бывает ниже там 20-15. В горах чем выше, тем холоднее. Там же просто долин и низин не особо есть. Там в основном горы, большая часть страны это горы. Ты поднимаешься на самая высокая точка кажется в этом мире, куда я поднимался это 5 с копейками. Это хайкап перед перевалом тронгла. Это 5500 или 5300 кажется. Это капец холодно. Это прям очень холодно. Некоторые дослежные пункты пониже. Честно, было очень недостаточно. Нужно было дышать. Нужно было дышать. Дышать было сложно, честно скажу. Это вот 5600. Таронгла. Светлая место. Еще один глупый вопрос. А в Таджикистан съездить не хочешь на Фамилию? Хочу. А в Таджикистан очень хочу. Я туда хотел попасть из Узбекистана, но тоже погуглил, почитал, что, во-первых, эта страна не для диджитал на Манинга, и во-вторых, эта страна не для путешественника без автомобиля. Я, когда был возле Таджикистана, я тогда еще путешествовал автостопом и без денег, автостопом и без денег там делать особо нечего. Туда по-хорошему прилетать, в Душенбе, арендовать автомобиль или брать тур и фигачить на Памир. Хочу, очень-очень хочу. Я Таджикистан очень хочу и думаю, как-нибудь я это реализую. В принципе, город люблю. Таджикистан хочу. Я думал, что в Таджикистане как по всей Средней Азии стопят легко. Что значит по всей Средней Азии? В Казахстане только опыт стопа у меня есть, но там подбирают вообще все водители. То есть, руку поднял, тебе первый водитель поднял. Я думал, все азиаты, все средние азиаты в том числе и в Таджикистане. Возможно. Возможно. В Узбекистане тоже очень легко стопить. В Узбекистане тоже очень гостеприимный народ. Но ты стопом не заберешься куда-то особо в сторону дорог. Я поэтому все время перестал стопить, потому что я устал от обочин. Ты стопом, во-первых, ты не контролируешь процесс. Во-вторых, ты вряд ли заберешься куда-то сильно в стороне от оживленных дорог. Если только кто-то тебя повезет специально, что-то так было и такое, то да. А так дорога и дорога, дорога. То есть как экспириенс это интересно, как способ познания мира, общения с людьми. Да, вообще кайф. Автостоп, общение с людьми самое оно. Но как возможность куда-то доехать целенаправленно, особенно в места, которые не возле дороги, такое. Прошу прощения, а ты с Пласовцами случайно не общался? С кем? Плас, Питерская лига автостопа. Я с Кротовым общался. Они с ним в контракт. Он от них отделился. Они шутешные дивнюки. Воров прошел достаточно много. О, воров, да, воров. Они дивные, чувак, серьезно, они очень дивные, они слишком идейные. У меня их снаряха и это единственное, что я о них могу сказать. Снаряга реально клевая. Снаряга клевая. И воров тот же изобрел рюкзак для автостопщика. Я общался с Кротовым лично и общался с этими питерцами. Это дивные эльфы. Это реально дивные эльфы. Это ветер дорог. У тебя не должно быть конечной цели. Куда дорога ведет, куда ты должен ехать. Это все. Дивные хитоны не любят. В районе цели есть только путь. Что, серьезно? Просто я с воровым сколько общался необычайно рациональный дядька. Ну, опять же, с ним общался немного. Сам воров, возможно, да. Я общался с адептами школы, как раз на стопе на Питер. И я общался с адептами школы где-то на вписках в Белоруссии, пересекался в Витебске. И еще на каких-то вписках пересекался и, на мой взгляд, они произвели впечатление просто максимально пассивных хипонов, которые вот куда несет по течению, туда и несусь. И после заяв, что вот это вот ночевать там в отелях, даже если очень нужно, да, это не true, и питаться за деньги в кафешках тоже не true, и вообще вот капитализм Вавилон, как они говорили, это не true, Понял, спасибо, просто у меня другой опыт общения, видимо, ну я просто не с адептами общался, я с Воровым общался, мне там технические моменты реализации в его изделиях интересовали. Возможно, я попал на таких людей. Я же не обобщаюсь. спасибо за опыт, он реально ценный, потому что я действительно заметил у них определенный процент дивных ролевиков типа общеизвестной Барды, возможно, вы ее знаете. Зачем? не надо дивнички. Так, ребятки, давайте давайте сворачиваться. Да, пожалуйста, 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 в следующий раз я подумаю, наверное, про Непал поговорим, потому что Непал я уже показал немножко, где-то через недельку будем трендить про Непал, всем хорошего вечера, пойду поработаю. Давай, спасибо, все, хорошего. Должного вечера. Да, спасибо. И тихого вечера это главное. О да, спасибо. Все, сынок, спасибо, пока. Поговорим.